Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня у нас с вами веб-семинар «Актуальная проблема преподавания современной литературы». Мне кажется, что в данный момент это очень актуально. Почему? Потому что именно вот сейчас появилась литература, которую с удовольствием читают как взрослые, так и дети, которая интересна не только по своей проблематике, но она интересна по жанровым своеобразиям, она интересна вот в подаче, в языковой подаче. Но настолько оригинально, что то, что мы сегодня с вами будем проговаривать, читается настолько интересно и с наслаждением, и ловишь себя на мысли, что вот наконец-то появилась та литература, которую хочется читать, которую хочется перечитывать. Вот кроме классики, я уже давно такого чувства не испытывала, а вдруг вот то, что сегодня вам предлагаю, оказалось на самом деле очень и очень оригинальным, интересным, актуальным. То, что мы сегодня, какие произведения будем затрагивать, у меня еще была и другая цель. Эти произведения, конечно, небольшие, чтобы дети смогли прочитать. Вы знаете, что сейчас все, конечно, находятся в цейкноте, не только мы взрослые, но и дети. И взять эти произведения как банк данных для аргументов по русскому языку, как для ЕГЭ, так и для ОГЭ, для детей, которые пишут по русскому языку ОГЭ, в сочинении 15.3, где нужно привести аргумент из жизни. Вот для того, чтобы уйти от ситуации, когда все дети спасают котика или бабушку через дорогу переводят, это единственные их примеры, которые можно читать в сочинении, я вам предлагаю сегодня такие небольшие произведения, проверенные уже, в смысле, что дети их читали с удовольствием. И на самом деле редко кому не нравится. Вы еще можете распройтись по этим произведениям и посмотреть, насколько это детям нравится или не нравится. И если для себя сегодня вот такое произойдет, что какой-то писатель, вы заново открыли, с каким-то просто еще раз встретились, то, может быть, вы возьмете совершенно другие произведения, пойдете дальше. Их можно давать, эти произведения, как для чтения на дом, для того, чтобы аргументировать сочинения, или для неурочной деятельности, или для элективного курса. То есть, ну, с моей точки зрения, их можно очень активно использовать и с удовольствием с детьми более глубоко их изучать, потому что все те произведения, которые вам будут предложены, это какой-то кусочек только будет предложен, маленький, потому что у нас и время ограничено, да, они, мне кажется, не просто интересными, но очень и очень нравственными. И они прекрасны во всех исполнениях. И с точки зрения именно русского языка, это самый благодатный материал, это на самом деле такой высокий метафорический язык. И проблемы очень глубокие, которые касаются и затрагивают наши дети. И именно эти произведения помогают ещё раз понять, что многого, что мы не видим, не понимаем, что происходит у детей. И при анализе этих произведений, мне кажется, они нам помогут стать ближе друг к другу, в понимании их проблем. Потому что на данном этапе, на самом деле, когда мы живем в 21 веке, есть такая вот резкая граница между несколькими поколениями. Итак, я сегодня взяла для анализа несколько произведений. Первое произведение о войне. И ряд произведений очень трогательных, нежных, юмористичных. Это касающиеся нравственных проблем. И в центре этого произведения всегда является герой-подросток. Мне кажется, от того, что в центре произведения герой-подросток и детям эти произведения, они ближе, они более актуальны. Всегда хочется прочитать произведения, где как-то с другой стороны смотрят именно на твое поколение. Предлагаю вот в начале как бы такая тяжелая тема. Она, конечно, трудна для восприятия. Жесткая, жестокая тема. Это тема войны. она всегда затрагивается, как в ГИА, то есть сочинение по литературе, как в декабрьское, оно уже прошло, так и в ОГЭ без военной тематики никак мы не можем ее обойти, не обходится. Почему? Война продолжается, война становится актуальна, она иногда ближе, чем мы думаем, и люди продолжают страдать. И я подобрала ряд таких вот разных произведений, которые с разных позиций говорят о современной войне. В основном как бы так подобрались произведения, которые рассказывают о Чеченской войне, Первой и Второй Чеченской войне. Алексей Борзенко, вот сейчас пошли такие писатели, что тоже кажется небезумно интересным, что Алексей Борзенко, что Прилепин, это те писатели, которые пишут о войне не из своего кабинета и вытаскивают это не из своих фантазий, они пишут то, что видели, то, что пережили. Алексей Борзенко практически более трех лет находился в Чечне и участвовал в боевых действиях. Он является сыном довольно-таки известного писателя Сергея Борзенко, который также был журналистом, писателем, также прошел войну, только Великую Отечественную и вот это достойный сын своего отца. И мы возьмем с вами такое вот совершенно небольшое произведение, это вот оно выведено «Пасха». Вы можете посмотреть, перечитать, если вам Пасха понравится, это «Чечня телевизионная». Сразу скажу, что само произведение по объему очень даже небольшое, где-то в количестве пяти страниц, дети мечтают с удовольствием, но произведение очень жесткое. В данном произведении коллизия состоит в том, что это показана жестокость войны и нравственный выбор, патриотизм. И самое главное, может быть, то, чему сейчас не хватает нашим детям, это патриотизм. Вот в самом произведении «Пасха» оно в самой поэтике, в самой поэтике названия уже заложено некий смысл. Пасха это христианский праздник, но в данном случае этот праздник совпадает с распятием русских бойцов, которые находятся на войне с чеченцами. Образ Христа появляется несколько раз в маленьком рассказе, когда два героя попадают в плен к чеченцам, именно в этот праздник чеченцы решили наиболее жестко наказать русских за участие в этой войне, и они придумали римскую казнь, это распятие солдат на кресте. И то, как вбиваются гвозди, и то, какую боль испытывают наши солдаты, и то, как этот взгляд со стороны не только чеченцев, воюющих, но и мирного населения, подчеркивает Алексей Борзенко с особой жестокостью. То есть люди, приходящие сюда, они пришли не просто посмотреть, они пришли порадоваться за то, как наказывают нечестилых. бойцы, испытывая ужасную боль, потому что их живьем прибивают на крест и не совсем правильно это делают, видят, что значит не совсем правильно, может, не совсем удачно, здесь оборот, видят, что гвозди могут не выдержать, потому что оказались не совсем толстыми, забивают их, как попало, солдаты теряют сознание, но тем не менее почему-то не просят пощады. И вот находясь уже на кресте, жесткость и жестокость этой войны, как это ни странно, вызывает не ослабление у солдат, а совершенно другие мысли. Когда один из сержантов был распят, он, глядя вокруг, удивляется, как мир прекрасен. И там наверху солнышко, небо, горы, и всё это так красиво и так несомместимо с тем, что происходит на этой земле. И я сегодня хочу кое-какие элементы зачитать прямо из данного произведения, чтобы на самом деле это было более выпуклое и яркое. И вот в это время герой задумывается, хочу вам зачитать. Я думал, что умру когда угодно, но только не так. Почему я редко ходил в церковь? и окрестился 25 лет. Поэтому, наверное, такая смерть. И когда сержант понимает, что рядом с ним ещё более молодой боец и всё время спрашивает его, как долго будут продлеваться эти мучения, он пытается его поддержать. он понимает, что у него только один выход – это поддержать рядом товарищей, а также сделать ещё что-нибудь нужное для своих. И вот когда он видит и понимает, что с той стороны русский снайпер его видит, он предпринимает решения губами, глазами помогать снайперу указывать, где же находятся боевики. Таким образом, и вот перед умираем в муках, страданиях, в агонии, можно сказать, сержант до последнего помогает снайперу. И опять же возникает вот этот образ Христа. Образ Христа, когда вдруг появляется вот такое впечатление у сержанта, что сейчас может быть он чем-то и похож на Христа, он так же распят и так же в муках и так же за определенную правду борется и мысль. А он смог бы простить вот тех, кто сейчас над ним издевается. Мысль остается незаконченной, неизвестно, смог ли простить, но очень интересен конец. конечно бойцы погибают, их не успевают спасти, да и не успели бы, потому что за это время при жаре бойцы просто без воды сходят с ума. И в конце автор говорит, что когда разведчики подбежали для того, чтобы спасти своих солдат, не успевая, они решили отомстить тем, кто издевался над этими солдатами. И хочется привести опять же вот этот кусочек. Разведчики Шаманова, Кобра и Гюрза поклялись отомстить. Сергея и второго солдата бережно сняли с крестов и в надежде, что родители не будут копаться в цинках, отправили грузом 200 на родину. Первого в Сергии в посад второго в Волокту. Их похоронили. Не знаю, какую смерть они приняли. В случае с распятием потряс всю армию. Говорили, что послужило поводом для ответных жестких действий со стороны федеральных войск. Говорили, что потом двух голаевцев незаметно вывезли в лес и зашили живыми свиные шкуры. Казненные так и не попадали в рань. Они умирали в шкуре нечистого животного. Эта казнь для мусульман считалась самой страшной. Обратите внимание, здесь не только война за определенную правду, здесь еще война и двух вер. мусульман. каждая из этих вер мусульмане старается как можно больнее ударить не только по солдатам, казнить, причинить им физическую боль, но и боль нравственную, которая сопряжена с верой в Бога. И точно так же отвечают им федеральные войска. правда, конец в конце Алексея Борзинка так интересно снижает вот эту тему мщения, жестокости. Он говорит, но скорее всего это были легенды. Просто русские убивали неверных, не неверных, я бы так сказала, а убивали боевиков за то, что они уничтожили наших солдат. Вот одно из произведений, небольшое, но очень яркое. Следующее мне хочется также о Чечне, но совершенно по-другому говорит об этой войне. Вот правда есть перекличка, но в то же время это другие проблемы. Это Владимир Семенович Маканин. Его произведение «Кавказский пленный». Довольно-таки оригинальное произведение, само название смотрите. Но постмодернистские писатели очень любят спорить с классиками, спорить с самой поэтики названий, спорить в сюжете, спорить в языке. То есть вот этот спор всегда происходит, это мы увидим еще и дальше у других писателей. вот так и здесь. Кавказский пленный, но не кавказский пленник. Спор с Пушкиным и с Лермонтовым однозначно идет. Но вот как здесь уже указано, пленный в свою очередь можно интерпретировать как находящийся в плену чувств. Война. Опять же война. Опять же в Чечне. но совершенно по-другому рассмотрено. Люди долго находятся на войне и здесь рефреном на протяжении всего произведения Маканин приводит слова Достоевского. Красота спасет мир. И на самом деле спасет ли красота мир? и в конце отвечает «Нет, красота не спасла меня». То есть он спорит постоянно и с Достоевским, он спорит постоянно и с Пушкиным, и с Лермонтовым. И красота Кавказа, она остается только в природе, но не в своем отношении между людьми. Красота, которая здесь рефреном звучит, она опять же в природе. Это солнце, это горы, это растительность, удивительный благодатный край. И в этом благодатном крае живут разные люди, добрые, злые, но в данной ситуации они сейчас находятся по разным сторонам, они воюют. И в этом произведении даны два героя. Рубахин, и Вовка. Вовка, той же снайпер, ему так нравится стрелять, что даже тогда, когда нельзя стрелять, он наводит свое орудие и произносит «та-та-та», как будто бы убивает ту или иную цель. Рубахин, человек, который давно уже на этой войне, и была возможность уйти домой, но почему-то не уходит. Он и сам не понимает вначале, почему не уходит. И еще удивительное, здесь появляется другой образ, это Гуров. Гуров это человек, который возглавляет, во главе находится русских солдат, он является руководителем на этой войне, но как военный он понимает, как нужно поступать по совести, по чести, но здесь оказавшись в трудной ситуации, отрезанный от мира, он выполняет другие задачи. А в чем эта задача? Давно-давно уже не поставляют, просто забыли, просто забыли и не имеют возможности или по другой причине доставить солдатам еду, одежду и среди солдат голод и нужно как-то выживать. И вот этот город, он идет на сделку с кавказцами, заключает договор для того, чтобы просто выжить элементарно, прокормить своих солдат. Никто голодный долго прожить не может. И самое это интересно, что вот эта чеченская война, она грязная, она превращена в коммерческое предприятие. Один из диалогов, когда гуру, разговаривая с чеченцем, торгуется, сколько оружия он ему даст, для того, чтобы тот дал ему провиант. Страшно? Гуру приходится давать оружие, из которого будет стрелять своих же, для того, чтобы прокормить солдат. за чаем они договариваются и в то же время все произведение настолько символично звучит такой разговор. Чеченец говорит, что же мы воюем? Нам без русских никуда. И Гуру с этим соглашается, и правда, без русских никуда. Гуру говорит, вы-то здесь пленные, на что чеченец заявляет, пленные вы здесь. Ты, твои солдаты, вы здесь пленные и чужие. Гуру, но ведь мы захватили вашу землю, долины, долины-то ваши, а горы наши. Вот посмотрите, насколько интересен разговор, да, с одной стороны и та и другая страна понимают, что они друг друга, без друга, без друга никуда, что они иногда не понимают, в чём же проблема, и почему идёт эта война, и хотят примирения, да, с другой стороны, те, кто на своей земле, это чеченцы, горы для них, это то, что к небу, это то, что высоко, ближе всего, и мир, вот эта территория, это их территория, и захватить её практически невозможно. И военный Гуров выполняет приказы, приказы, которые он понимает, что они не всегда правильные, и война, может быть, и это совсем неправильное, но он военный, а как военный иногда ему приходится выполнять не те приказы, которые можно соотнести с совестью и честью. Это вот один момент, и второй момент, мне бы хотелось обратить внимание, но вот образ Рубахина, тут опять же такой противоречивый образ, когда он в плен берёт молодого чеченца, его опять поражает красота, и опять появляется эта мысль, которая не только в природе, красота. Красота молодого чеченца настолько поражает Рубахина, что он заворожен ей, и в связи с тем, что чеченец был ранен Рубахином, в какой-то момент, когда им приходилось перебираться через реку, сам Рубахин раненого переносит на руках, отдаёт ему носки, чтобы тот не замёрз. То есть и разговаривая с этим чеченцем, он задаёт тот же вопрос, что и Гуру, когда разговаривал, договаривался об провианте, задаёт вопрос, который повторяется, как рефренд. А зачем мы воюем? Ведь мы же друг без друга никуда. чеченец молчит, Рубахин всё больше и больше как бы проявляет к нему симпатию, заботу. И вдруг где-то недалеко появляются другие чеченцы. Посмотрите, что происходит с героем. Вот здесь очень часто неоднозначно звучит честь, совесть, милосердие, доброта. эти понятия, они могут измениться всю минуту. Только недавно он ему помогал, на руках носил, переносил, отдавал еду. И как только понял, что грозит опасность, и вдруг, вдруг чеченец может закричать, но он не кричит ещё, он только мычит и рубахи при чувстве опасности задушил его. Долго мучила его именно совесть от того, что с одной стороны чеченец ему был приятен, красив, и он не собирался его убивать. Ну вот так сложились обстоятельства, что пришлось убить этого чеченца. И опять в конце произведения спасёт ли красота мир. Рубахину всё надоело, и Вовке тоже надоело, и вроде бы можно поехать домой, они уж давно задержались на этой войне, но не уезжают. Война стала смыслом жизни. Только на войне они чувствуют, что живут. вот другой взгляд. И тоже очень страшный взгляд, но совсем по-другому. Войне о жестокости. Проблем здесь очень много, которые можно для аргументации привести в сочинение по-русскому языку. Я думаю, что сюда, я просто в своей презентации это не взяла, очень хорошо подойдёт произведение, она как бы завершит. Это Фазиль Искандер «Мальчик и война». В некоторых учебниках это произведение предлагается, в некоторых его вообще нет. Фазиль Искандер «Мальчик и война» это уже военные действия в Абхазии, но она дана глазами ребёнка. Мальчик, который ничего не может понять, добреет ли мир со временем или не добреет, и почему люди убивают друг друга. Убивают даже тех, кто к войне не причастен, жестоко. И вот эту проблему пытается решить его отец примерами. Ну, конец, благоприятный в виде старушек, которая копается в мусорке и доставая там какую-то еду для себя, в то же время эти кусочки она раздаёт, делится как бы с собаками голодными, которые тоже находятся здесь рядом. Приходит к выводу мир, всё-таки добреет. Ну, вот так. В нескольких словах, в интересных вот таких, мне кажется, произведениях поговорить о войне. И произведения небольшие, но очень оригинальные. В следующий момент мы перейдём с вами уже не война, а современное время, но это служба в армии. Обратите внимание, этот писатель вам больше, наверное, известен как режиссёр Юрий Марксович Коротков. Вы помните, наверное, его произведение «Девятая рота», которое было экранизировано и с успехом прошло, и именно этот фильм, он получил определённые премии. Вот, посмотрите, здесь я как бы всё выписала, на самом деле его оценили очень высоко. И вот попробуйте обратиться к данному писателю, если кто-то для себя его не открыл. Писатель чем интересен? Во-первых, он представляет всё своё повествование, оно такое, знаете, как мозаичное воспоминание картины из разных этапов жизни. Произведение тоже тяжёлое, так сказать, тяжёлое, но жёсткое. Вот про мальчика, которому при живой матери пришлось быть в детском доме, и не мать, не потому, что она пьёт, или от социального поведения, а вот просто ей захотелось устроить свою жизнь, и дети мешали ей, мальчика, девочка, их отправили в детский дом. Сначала жестокости детского дома, да, а потом вот с каким трудом он разрывает вот эти семейные узы, он разрывает теплую любовь к матери, который пытается вернуться мальчику всего земли, но так и не удается это сделать. И потом вот армия у главного героя Игоря Седова или Игорь Иванов, он изменил даже свою фамилию, чтобы ничего не напоминало о родственных связи со своей семьей. То есть вот интересный момент, да, когда семьи рушатся, когда боль и страдания, так же, как и от войны, она становится невыносимой, она не укладывается в душе, она разрывает душу и выходит наружу. И здесь, в мирной жизни, человек всегда готов воевать. отправляясь на службу у Игоря Иванова, чувства справедливости были настолько обострено, и он понял одно из детского дома, что справедливость можно только отстоять физически, постоять из себя, ничего не бояться. Так как терять было нечего, он и ничего не стал бояться. все трудности армии показаны и дедовщина, и убежение, и гибель в армии. Все это как бы проходит и чувствует главный герой. Не зря он назван Седой. Седой, потому что Седина первая появилась в семь лет, когда родная мать не захотела взять обратно своего ребенка. Он пытался защищать свою сестру, которую обижали в детском доме. Но как получалось? Сестре, конечно, лучше удавалось ужиться. Но вот Игорю никак не удавалось. Дальше. Когда Игорь служит, он встречается с одним из героев, который его поражает, тоже находится на службе, мальчик, который сам добровольно пошел на службу в армии. Никто его не заставлял ради вот такой справедливости, как он считал. И находясь с ним в армии, он вдруг опять же встает перед дилеммой, когда ему объясняют, что нельзя жить, нельзя дать возможность злобе, ненависти захватить твое сердце, иначе оно тебя разрушит. И вот такие вот беседы, они все равно благотворны, влияют на Иванова. Что-то в его жизни начинает меняться. Но правда с трудом. Все равно злость прорывается, чувство мщения, оно постоянно живет с ним. И когда его друг рассказывает ему притчу, там как раз появляются притчи, как человек впустил себя злой, превратился, посмотрел в зеркало, превратился в какое-то чудовище, и после этого он ему заявляет, Александр его друг, что самое страшное это допустить вот это состояние, чтобы ты стал чудовищем. И он начинает отумываться. И следующий момент, впервые в жизни он испытал настоящую дружбу. Когда они попали в суровую метель и не смогли найти путь до своей части, уже сожгли свою машину, но так согреться не смогли, и уже как бы замерзая, Сашка своим телом закрывает Игоря и тем самым спасает его. Вот эта дружба помогла по-другому все равно взглянуть на жизнь Иванова. Он понимает, что в мире есть добро. Я же вам не зря говорила про это произведение Фазилия Искандера «Мальчика война». Так вот самый главный вопрос – добреет мир или нет? И вот здесь можно это проследить, добреет или нет? Что происходит с героем? Конечно, проходит через опять ряд испытаний, измен, предательства. Ещё раз приходится новыми глазами взглянуть на жизнь, и вдруг вот перед самым концом, когда он уже должен уйти из армии, он оттаивает, он прощает свою мать за её предательство. Он находит священника и говорит «Можно я буду у тебя работать?» Священник говорит «У меня нет денег». На что Иванов говорит «А мне и не надо, только говори со мной». То есть получается, что душа требует какого-то тепла, он пытается выбраться из запутавшей ситуации, но, к сожалению, судьба неблагоприятна, и опять, оказавшись в кафе в виде несправедливости, он вступается за справедливость, в результате происходит убийство, и он попадает в тюрьму. вот такое еще произведение, довольно-таки реальное, очень интересное, необычно написанное. Иногда приходится возвращаться к чему-то для того, чтобы перечитать. Почему? Потому что все это как бы воспоминания и разные картины жизни, они даны в разных временных пластах для того, чтобы это все споставить, понять. и вот именно это и дает возможность сопоставления разных точек зрения, композиционное построение дает понять, что же происходит в современном мире с нашими молодыми людьми. Вот как бы первая часть нашего семинара о такой военной теме, о теме жесткой, о теме жестокости, эгоизма, ненависти. Я думаю, что в какой-то степени закончилось, а вот сейчас перейдем к более такой теплой теме, но интересной тоже и необычной. Хочется поговорить еще об одном писателе, это Юрия Бойта. Я бы сегодня вам предложила, если о войне, то вы возьмете произведение «Полный бант», там как раз гражданская война и очень неожиданно она дана, взгляд вот такой очень даже интересный и этот взгляд с точки зрения красноармейца и с точки зрения белогвардейца и как они все воспринимают, опять же, жестокость, кровь, убийство и все это есть. И в то же время доброта обязательно присутствует. И мне бы сегодня о другом произведении хотелось поговорить. Мне бы хотелось поговорить о произведении Химич. Это в этом произведении мы с вами увидим спор с Чеховым. Ну, любой постмодернистский писатель открыто, явно или неявно, он обязательно начинает вести разговор с классикой. И от этого никак не идти. И если вы посмотрите данное произведение, то здесь самое интересное, что это образ у Чехова-Беликова, да, и здесь совершенно другой образ это Химича. Химич учитель, которому очень тяжело преподавать. Он на самом деле его образ очень похож на образ чеховский, он такой замкнутый, он неразговорчивый, он на самом деле как человек в мундире, его все обижают, над ним смеются, но вдруг он встречается с очень красивой учительницей, и так как все эти учительницы были очарованы, то по ее, с ее точки зрения и именно и именно и этот человек в мундире тоже должен быть, этот маленький человек тоже должен быть ею очарован. И имя у нее такое необычное Азалия Харитоновна. Ну вот маленький кусочек зачитаю, потому что конец совершенно неожиданный, это дает другой взгляд на классику. Посмотрите, Сергея Сергеевича и Химича все считали очень нерешительным человеком, а некоторые вдавалок человеком в футляре. Ссылочку сразу поняли, да? Вроде учителя Беликова из чеховского рассказа, он едва-едва вытянул первый год в качестве штатного преподавателя химии. В конце концов, директор школы предложил прекратить мучить себя и учеников и перейти в лаборанты. Нисколько не обидевшись, он с радостью ушел. И вот здесь он встречается вот с этой учительницей Азалия Харитону. Азалия Харитонна любимица всех и вдруг Сергей Сергеевич не обращает на нее внимания. И когда она ему намекает на то, что его образ очень похож на образ Чехова, маленький человек, посмотрит, что он ей парирует. Вы, наверное, давно не перечитывали этот рассказ, сказала она, вытряхнув последнюю каплю из колбы, сказал он, вытряхнув последнюю каплю из колбы и поставив ее в сушилку. Он сел напротив Азии и, поправив очки, продолжал тем же бесстрастным тоном. Перечитайте Азалия Харитонна. Там краснощуки, чернобровные и вечно хохочущие здоровые люди зверски травят несчастного, одинокого человека, который ничуть не лучше, но и ничуть не хуже. Да, не лучше и не хуже других. И вот с этого момента как бы происходит завязка такая, переосмысление. Вдруг Азалия Харитонна понимает, что он ей чем-то нравится. этот человек недостаточно раскрыть для неё, этот человек загадка, что вот просто так сказать маленький человек и Беликов это не так. И ей становится с одной стороны он интересен, а без него вдруг скучно. И когда прошло время, они вдруг случайно встречаются у моря, и она видит, что этот человек совершенно другой. Да, он закрытый, да, он уходит от людей, да, его людское общение напрягает, он вроде бы и внешне такой весь неказистый, но оказывается, он был спортсменом по плаванию, а сейчас у него проблемы с сердцем. Оказывается, он всегда не такой, как все, он всегда удивляет. Заканчивается это произведение очень интересно, Азалия Харитоновна выходит из него замуж, и хочется прочитать, вот прям, как это всё происходило. И спустя годы они прожили вместе около шести лет, Азия каждый день открывала, Азия каждый день открывала страну своего мужа, как неведомую загадочную планету или страну с городами, водопадами, ночными кошмарами и бездонными морями, как большинство русских людей мир представлял Сергея Сергеевича хаотическим сплетением случайности. И чтобы хоть как-то упорядочить мир и обезопасить себя и близко, Химич прибегал одновременно к двум средствам медлительности и воображению. Сама Азия вспоминала вот эти шесть лет о жизни как счастье, необыкновенное счастье, которое случилось в её жизни. Сердце Химича остановилось, так как он болен был, но она считала, что лучшие годы это были жизни с ним. И даже пыталась спорить со всеми, как бы автор вызывает на спор нас всех. Посмотрите, вот такой крик души, не смейте, не смейте так, вы его не знали и знать не хотели, а я знала, я знаю, и ненавижу вашего Чехова. Ненавижу. Вот очень интересный такой подход, да? Ненавижу вашего Чехова. Совершенно другое отношение к маленькому человеку, людей, которые рядом находятся. Вот вы можете это произведение давать в сопоставлении. Мне кажется, это будет оригинально, потому что, когда читаешь Чехова, Берег вызывает отрицательные чувства, когда читаешь Химича, просто удивляешься и вдруг в какую-то минуту задумываешься, что же из себя представляют эти маленькие люди. Не лучше, не хуже. Такие же, как и вы. Это вот одно произведение. Мне бы хотелось сегодня обратить ваше внимание на произведение Ванда Банда. 98-й год. Оно просто оригинальное, это произведение совершенно по-другому написано, здесь очень много фантастических элементов, но это только элементы, и в то же время такие грубые реалии жизни. Вот сам язык и само произведение, оно всегда станет читателем некое недоумение. Здесь появляется такой образ девочки, которая потом повзрослела, Ванда, но ее все прозвали Банда, потому что эта девочка была необыкновенная, она была очень сильной, и так как ее все не принимали, то она могла для того, чтобы отстоять себя, подраться, поругаться, и проявляя при этом удивительную силу. И у Ванды Банды были необыкновенные родители, что-то похоже на сказку, только сказка наоборот. Родители в чем были необыкновенные? Мать любила выпить, и при этом уверена была, что у нее внутри живет лягушка. Ну, маленький кусочек зачитаю. До самой смерти ее мать была убеждена, что внутри у нее живет лягушка, которая проникла в живот, а оттуда в печень, головастиком, когда женщина однажды в лесу утолила жажду из придорожного уши, чтобы избавиться от неприятного ощущения. Вот она поэтому и пила. Она бы так не пила, просто лягушку заливала. Это одно. И второе, конечно, из ряда вон выходящее, это отец. С одной стороны, такие грубые реалии, а с другой это некий такой фантастический план, что придает произведению какой-то имени, обыкновенности, в то же время встать всегда читателю в тупик. Ему постоянно приходится сталкиваться, что-то здесь происходит не так, и какие-то серьезные проблемы затрагиваются. Ну, посмотрите, ее отец был известен лишь тем, что в отличие от других забойщиков скота, пользовавшихся ножами, приканчивали созревшую свинью ударом головы. Ничего не подозревавшее животное удивленно взирало в невзрачного мужчинка, приближающего к жертве на четвереньках. Вот тут он хватал свинью за уши и убивал бомб промеж класс. Ну, в таком образом он вскоре умирает, и животное практически объедает все выступающие части его лица. Вот такое какое-то ужасное начало, но в то же время впечатление ужаса не производит само произведение, оно заставляет постоянно остановиться и задуматься, почему. Опять же, вот этот репренд, что и был Химич, люди как люди, как все. И вот у них родилась Ванда Бланда. Девочка, она по-своему как бы необыкновенна, почему? Потому что, вот зачитаю, самая сильная в мире женщина, чью верхнюю губу украшали усы твердые и острые, как щучьи ребра, а левую ногу до колен сшитый отцом и свиной кожи грубый ботинок на шнуроке. Этот ботинок по преданию Ванда никогда не снимала, не чистила и не мыла. Опять что-то некое сказочное такое появляется. Ванду Банду, конечно, никто не принимает, она страшно одинока, но она работает и вдруг в ее жизни встречаются перемены. Вот от одиночества, значит, сначала она завела кошку, которая постоянно кричала, и вдруг вот в себя в саду она нашла какого-то такого маленького существа, оно похоже вроде как бы и на человека, мыня назвала она ее, и в то же время все как у человека, все части тела это автор подчеркивает, но в то же время безумно маленькие и не говорящие на русском языке. И как вот эта встреча, вот опять, это самое главное происходит, и будет часто бывает, встреча новых людей, которые меняют все в жизни и полностью меняют взгляд, что ли, и картину, и существование, и смысл какой-то появляется. И вот эта девушка, она влюбляется в это существо, вроде бы все как у людей, все как у человека, но очень маленькое и пытается заботиться о этом существе, и кошку убирает, чтобы, не дай бог, не причинила вред мыне. И вот пытаясь как-то найти общий язык, договориться, ухаживать, проявлять какие-то чувства, как вы думаете, что делает Ванда? Ну, удивительно. Вот опять же хочется обратиться к цитате. Посмотрите, Ванда прибегала к самому обыкновенному и самому пагубному средству. Обратите внимание, обыкновенное и пагубное, вы никогда не поверите, что это за средство. Она записалась в библиотеку и принялась читать книги. Результат после того, как она принялась читать книги. Как и следовало ожидать, даже то, что было ясно вчера, отныне превратилось в нечто зыбкое и ускользающее. После того, как она начала читать книги, для неё много перестало быть понятно. Ванда-банда начинает задумываться. В ней появляются совершенно другие чувства. Если раньше было страшное одиночество и защитить себя от всех, кто её унижал, то здесь совершенно другие чувства. Чувства, которые она не может выразить. И поэтому она идёт к знакомым, которые должны ей были объяснить, что это такое. И вот хочу тоже зачитать, что же это за чувства. «Когда когда же она в женской парикмахерской спросила немой тарзанихи, получивший прозвище после смерти мужа, когда она принялась раз в другой в месяц зарабатывать на древо во дворе, чтобы побывать в тяночестве, что же это значит, что же с ней происходит? Парикмахерша припудрила зеркало и вывела пальцем на стекле «Ле-бовь». Вот такое чувство «Ле-бовь», тоже непонятное для парикмахерши, как оно звучит и как оно написано. Что-то такое странное и непонятное. Вот это чувство и испытывает Ванда. Само произведение оно выходит вот на такую высоту на самом деле, что приходится читателю прям задуматься. Вот это внешнее уродство и внутренняя красота и благородство, которое раскрывается в этой девочке. Она так полюбила мынь, она обрела некое счастье, она даже замуж вышла, и весь народ смеялся над ней, потому что неведомо, за кого она вышла замуж. Вроде бы человек и не человек, уж такой маленький, на ладошки несёт его. Ванда Банда. Но когда злополучный кот погнался за мынь и задавил его, то жизнь Ванды, она прекратилась. Вот он, смысл существования в любви, шаркилость, в умении любить. И Ванда Банда приготовила всё, вычистила кухню, стол, легла и умерла. Видите, опять мотивы сказочные такие, да, легла и умерла. И в то время, когда она умерла, все решили снять вот этот башмачок, который она никогда не снимала. А когда сняли башмачок, увидели удивительное. Наконец, башмак был снят, и мы увидели, да, да, мы увидели, что у этой огромной бабищи левая нога была ножкой маленькой, изящной, божественной, красивой, с жемчужными ноготками, она напоминала едва распустившийся розовый бутон и благоухала. Как три, как тридцать три. Нет, как больше. И так далее. Вот. Красота душевная, скрытая от всех. И только вот, когда они, народ, раскрывает, ту тайну, он увидел, что это не была просто нога, а это благоухающие цветы, это благоухающая душа Ванды, Ванды. Вот одно из тоже произведений, которое, ну, стоит задуматься, на самом деле, детям, внешняя, внутренняя красота, как мы, рядом находящиеся люди, это оцениваем, и в чём она проявляется, на самом деле. Следующее произведение, мне бы хотелось, это тоже поговорить, это тоже произведение о подростках, очень трогательное произведение, оно написано оригинально, в форме дневника, и в форме дневника молодого человека, подростка. В чём, вот сам стиль, тот, который передаёт вот это произведение, он, можно сказать, такой немножечко сказывает, просто речный. Почему? Потому что это как бы обыкновенный дневник ребёнка. Но в этом дневнике рассказано о трёх поколениях. Поколение подростков раз, поколение родителей два, и поколение старой учительницы, музыки три. То есть они все находятся, как бы это между ними очень большое расстояние, и в то же время их объединяет, что одиночество, непонимание друг друга, абсолютное непонимание, недовольство, может быть, где-то в душе какая-то и агрессия. И вот здесь вот роль учительницы появляется. Учительница, которая спасает этого мальчика, по сути, и делает это так незаметно, так естественно. В этом произведении происходит взросление молодого человека. И взросление, оно такое глубокое, благодаря приобщению к искусству. Всё, что касается искусства, всё, что касается взросления, всё, что касается одиночества, всё, что касается осмысления, смысла жизни. Это вот это произведение. Посмотрите, вначале Вот этот маленький человек, в этом мире он не просто одинок, но он и в какой-то степени ожесточён. Родители его разводятся и постоянно ругаются. Он о себе и о своих одноклассниках пишет. Вот посмотрите, там как бы всё произведение построено на его записках. Сейчас. Как меня все достали. В школе одни дебилы. Что учителя, что одноклассники. Гидроцефалы. Фракийские племена. Бойный рассвет дебилизма. Семёнов лезет со своей дружбой. Может попросить, чтобы меня перевели в обычную школу, но он не обычной школе, он учится в хорошей школе, с углубленным изучением в школе. Вот обратите внимание, то есть максимализм зашкаливающий. Очень похоже на героя Седой, Игоря Седова. Очень похоже, потому что вот так же всё. Только бывает чёрное и только бывает белое. Но в его жизни вот что-то меняется, почему он хочет вдруг заниматься музыкой. И музыкой ему отец разрешает заниматься, если он рядом будет ходить к соседке, которая раньше была директором музыкальной школы, вот которой музыкой, его музыке может научиться. Обратите внимание, как описывает, вот взгляд её на учительницу, он всегда меняется. В начале и в конце это такой разный мальчик и со своим взглядом и на родителей, и на искусство, и на учительницу. Если в начале, посмотрите, ходил к старухе насчёт фортепиан, согласилась, деньги сказала, вперёд. Она раньше была директором музыкальной школы. Потом то ли выгнали, то ли сама ушла. Всё очень просто, понимаете, даже не надо задуматься. Рок-ролл играть не умеет. В квартире воняет дерьмом. Книжек много. Дерьмом воняет, потому что у неё много кошек. И вот учительница предлагает ему посмотреть фильм. Фильм, которым он отнялся очень даже чёрно-белый, небрежно. Бросил куда-то кассету, даже испугался, что её уже и мать выкинула, потому что он как-то посчитал, что вот как раз эта учительница, она такая древняя и такая скучная, неинтересная, но вот ему хотелось научиться играть. Поэтому он как бы приобщается к этому. И ещё один мотив постоянно возникает – это мотив автомата. Вот как-то не странно. Смотрите, везде идут несогласия, везде какие-то скандалы. Вот в доме. Опять не дали уснуть всю ночь. Ругали. Сначала себя в спальне, потом в столовой. Мама кричала как сумасшедшая. Может, они думают, что я глухой? Вот когда читаешь, очень много построений некоторых предложений, очень много юмора, очень много смешного такого, лёгкого в этой подаче материала. И после того, как он решил, что мать часто ругается, они никак не могут с отцом развестись, и они думают, что сын их не понимает, что происходит, а сын даже не собирается им вникать, он всё понимает. И он говорит, интересно, а сколько стоит хороший автомат? Мне был в нашей школе, пригодился. Ненавижу девчонок. Тупые дуры. Распустят волосы и сидят. Каким надо быть дураком, чтобы в них влюбиться? Воображать их, знает что. Дома тоже автомат бы не помешал. Опять орали всю ночь. Они что, плохо слышат друг друга? Сначала думают, что он глухой, как он думает. Может, плохо слышит, а потом он говорит. А может быть, матери купить автомат? А то она часто бьёт посуду. То есть вот этот автомат – это как средство защитить себя. Вот эта деталь, она очень важна. Весь мир наполнен вот этой агрессией. Для того, чтобы отстоять себя, нужно что-то, чтобы явно зазвучало так, чтобы другой услышал тебя, увидел и понял, что же происходит. Когда же он всё-таки решается посмотреть эту кассету, вот здесь вот опять, к чему, обязательно обращаясь к тексту, происходят какие-то изменения в душе этого ребёнка. Вот смотри, все дебилы, и учителя, и ученики, и эта странная старушка, нужен автомат, и он бы с удовольствием перестрелял, даже вот в своём записке пишет, учителей надо разгонять палкой, пусть работают на огороде, а то всех достали. И когда он посмотрел фильм, вдруг что-то другое происходит в этом агрессивном, одиноком мальчике. А что другое? Он вдруг, когда посмотрел, он понял, что есть что-то такое красивое, что может изменить его жизнь. Фильм назывался «Римские каникулы». И он впервые увидел Одри Хепберн. Хепберн его поразил. Он говорит, такие женщины не бывают. В 40 лет таких женщин не бывает. Это его так захватило, и музыка, которая звучит там. Ему настолько это понравилось, что он этим стал жить. Всё в его жизни меняется. И учительница с именем Чудным, Октябрина Михайловна, оказалась классной старухой, как пишет он дальше. И об этом сказали ему дети во дворе. Почему? Она раньше давала им деньги, чтобы они не охотились на бродячих котов. А то потом просто давала, даже когда они перестали охотиться. И вот эта классная старуха, она вдруг меняет его жизнь не только в поле искусства, она вдруг меняет его жизнь вообще в понимании смысла. Он начинает задумываться и меняться, и на всё смотреть по-другому. И когда отец разводится и предлагает жить его с другой мамой, на что он говорит, не понимает, у меня же уже есть одна мама. Я думаю, что после прочтения такого произведения детям это очень понравится. Оно глубокое. Здесь и первая встреча с гомосексуалистами у мальчика происходит, когда ему приходится драться за то, чтобы к нему не приставали, не предлагали такую дружбу. Вот мне 90-е годы, вот эта жизнь, в которой живут подростки, которую мы стараемся не замечать, но она есть. И вот то, как они выживают. И вот это название, нежный возраст, он очень тонкий, он очень гибкий. И что же встретится на пути этого нежного возраста? Учительница, которая может изменить жизнь, друг, который поведёт в другую сторону, родителей. Но где-то же должен он найти своё пристанище. Вот в продолжение этой темы мы возьмём с вами другого писателя. Это Дина Ильинична Робина. Я читаю её просто с удовольствием, вот прям для души. Это с чем-то похоже на Геласимова, но совершенно по-другому. Это такая трогательная писательница на самом деле. В её языке столько живости, столько юмора, столько жизни просто, столько яркости, что вот говорю вам, что хочется читать и перечитывать. Но настолько приятно. И мы возьмём с вами произведение «Всё тот же сон». Я вам также советую прочитать, когда же пойдёт снег. Очень хорошее произведение, очень трогательное, очень глубокое. И там, и в том, и в другом случае, вот при описании той трагедии, которая происходит в душах детей, и вот сам язык, он такой острый, он такой меткий, он такой интересный, что вот наслаждение прям просто получаешь от языка даже. Всё тот же сон, это опять учительница, только она уже другая, но тоже старуха почему-то. Ну так вот совпало, я не специально её перебирала. И эту учительницу зовут Баба Лиза, так вот дети её прозвали, и она преподает литературу. Вот опять образ учителя у нас с вами ещё в одном произведении будет вот так как бы ряд, но они разные те учителя, и они определённую роль в жизни героев играют. Ну вот посмотрите, какой образ предстаёт. Не думайте, что Дина Еленовична Рубина, она как-то небрежно относится к учителям. Нет, ни в коем случае у неё вообще-то мать была учительницей истории. Сама она музыкальную консерваторию закончила, преподавала в институте, как бы бережно относится. И здесь при описании есть лёгкая ирония, но ни в коем случае не сарказм. И когда вы дочитаете до конца, к этой учительнице возникает определённое тепло. Маленечко хочется зачитать. Баба Лиза преподавала нам литературу. Это была пожилая гипертоничка, тянущая, как запряжённый вол, две ставки и общественную нагрузку. Школьный драм-кружок. Думаю, она мечтала о пенсии, но боялась, что дети повесят на неё гроздь внуков. Из-за страшной занятости баба Лиза уже лет двадцать не могла выкроить минутку, чтобы взглянуть на себя в зеркало и убедиться, что время уже не стоит на месте. Только этим можно было объяснить фунцовый маникюр на её дутых старческих пальчиков и глубокие вырезы на платьях. Её пухлая шея перетекала мощно в отлитый бюст, который, в свою очередь, плавно переходил в колени, а в углублении выреза ущемлённым бюстом неизменно выглядывала просечья ушка носового платка. Но самым примечательным был её голос. «Баба Лиза булькала, как суп в кастрюле на тихом огне». Вот такая баба Лиза, которую сыграла решающую роль в жизни двух героев. Всё это оно как бы с точки зрения, опять же, взгляд молодого подростка. Что в первом произведении, которое мы рассматриваем, что в этом произведении. Значит, рассказывая о двух подростках, Сеньке Плоткине и рассказчице, речь идёт о том, что Плоткин постоянно на вылете. То есть ведёт он себя плохо, учиться он не хочет. И вдруг вот как повлиять на него? Никто не может повлиять. И можно повлиять только одним способом. Каким? Ну это только Пушкин способен. Потому что комсомольское собрание решило, что может быть в драм-кружке при постановке Бориса Годунова только Пушкин сможет повлиять на такого подростка. И когда Сеньке Плоткину дали исполнять роль монаха Пимена, это было для него переломный момент. Для рассказчице это как бы было естественно. Она любила литературу, она хорошо артикулировала, и поблизо её хвалила. Но Сеньке это давалось с большим трудом. Текст он заучил очень долго. Текст Сенька учил тяжело, медленно, многих слов не понимал. Зато когда наконец выучил наизусть роль Пимена, стал происходить с Сенькой странные вещи. То есть Пушкин на самом деле, как предполагал комсомольское собрание, повлиял на Сеньку. Сенька стал вживаться в роль, Сенька стал спорить с Пушкиным, Сенька пошёл в библиотеку, Сенька начал читать, Сенька начал не соглашаться, Сенька стал обращать внимание на различные атрибуты, которые описаны. В Сеньке происходило что-то внутри, такое незнакомое, чего не было с другими. То есть Баба Лиза так бы вскользь, назначив его на эту роль, меняет всю его жизнь. И тогда рассказчица замечает, как это интересно, что она умела только артикулировать, и она любила литературу. Ну как предполагается из дальнейшего, что она стала писательницей. Но вот быть актрисой она не могла. Быть, чувствовать произведение изнутри у неё не получалось. И она увидела изменения в Сеньке. Она увидела, что Сенька становится настолько другим. Сенька стал задумываться и размышлять. Этот мальчишка, на котором все поставили крест, оказывается очень глубоким. И посмотрите, когда он начинает исполнять эту роль, он над каждым словом часами думает, как нужно это произносить и почему. Разговаривая с героиней, вот хочется привести его пример, посмотреть. Ну и что, опасливо косясь на Сеньке, на сведённые брови, спросил я, Пушкин-то про это не знал, но я-то знаю, выкрикнул бледный Плоткин, значит, Пемин, это либо врёт, либо понешанный. И верит в то, что говорит. Тогда все верили, строго возразила я. И потом, какая разница тебе? Текст ты выучил? Хорошо играешь. Вот посмотрите, формальное отношение, да? И неформальное, такое глубокое проникновение в чтение литературы, что и должно, мне кажется, происходить у нас с вами на уроке, когда мы с вами также изучаем не только классику, а современную литературу. Она очень глубокая. Вот оно влияние книги на человека. Ту проблему, которая ставит в тупик наших детей, когда они пишут сочинения. А ты плохо упавшим голосом проговорил друг Сенька и, пряча глаза, стройкость, ты не бережайся, Григорий, но правда, я старика так любить начал в последнее время, прям как себя, особенно когда говорю, а прочее погибло безвозвратно, но близок день лампада докарает. И еще одно последнее сказание. Мне, знаешь, прям вот верится, что я старый-старый, как детка мой, и недолго жить осталось, и лампада сейчас потухнет, и вот прям грустно так помирать. И тебя жалко, что ты такой одинокий, на лавке спишь, что у тебя судьба такая окаянная. То есть, посмотрите, он не просто вживается в этот образ, а он изнутри, из того времени пытается взглянуть на то, что происходит. Это очень важно. Вот когда мы учим детей анализировать, не переносить все на современность, а наоборот, необходимо из того времени смотреть на те проблемы, которые происходят в произведении. И суть-то в том, не заостряя долгого внимания, суть в том, что Сенека после этого исполнения, там много комических ситуаций в этом исполнении, на самом деле, когда вы будете читать, много раз и посмеётесь с таким удовольствием от души, как происходит всё это, и как главная героиня, которая рассказчица, исполняет Григория, забывает косты или что происходит. Очень много таких юмористических. Но суть-то происходит в том, что оба героя осознают своё место в этой жизни. Сенька становится режиссёром, известным режиссёром, и взгляд на литературу у него всегда нетрадиционный. и часто он бывает гонимый. Но тем не менее, Сенька не меняется. А он не может измениться. Почему? Потому что он пытается достучаться до каждого слова, понять, что оно значит. И вот этот взгляд на Сеньку и героиню, посмотрите, это не Сенька, шпана и неуч, книгу в руки не бравший, протестовал против исторической несправедливости. Этот талант его пробудился и требовал правды. Собственно, в этом и была разница между талантом и бесталантностью. То есть бесталантной она себя решила причислить. А вот Сенька, она увидела в нём настоящий талант. Здесь есть проблема любви. Прошло много времени. У Сенька так, вот если при прочтении произведения он пытается из глубины взглянуть, но Сенька так и не смог понять свою одноклассницу, когда приглашает выпускном её на танец. И вот эта фраза «Давай спляшем Григорий» отталкивает рассказчицу потому что она другая, она в новом платье, она с прической, она уже взрослая и требует совершенно другого отношения. А Григорий этого не заметил. Очень хороший конец, они встречаются, и Сенька говорит, что он её любит, но было уже поздно. поздно только в одном. Она садится и двери закрываются, и как бы этих слов, которых она ему говорит, что ж ты так поздно это сказал, он не услышал. И они остаются опять по разные стороны. В двух словах опять, в двух словах хотела бы сказать по произведению уже не так подробно, когда же пойдёт снег, очень трогательное, трогательное, трагичное произведение о смертельно больной девочке, но девочка настолько умная, настолько развита, в её речи столько юмора, столько интеллектуальной искристости, такой вот прям читаешь с удовольствием, встречает перед операцией свою любовь. Вот её переживания, она видит, как в больнице умирают один за одним люди, опять же, её агрессия, обида за то, что отец уходит к другой, вот это понимание по другому жизни, отец уходит к другой женщине, не разводясь, у него просто погибла жена, вот эта утрата матери, вот это вот поиски, её жизненные поиски, кто она в этом мире и что происходит так долго и в конце она всё время понимала, что она должна умереть и в конце вдруг говорит, нет, я буду жить. Ну, очень такое насыщенное, глубокое произведение, очень. И мне бы хотелось коллеги, если кто-то прирусь чуть-чуть, если кто-то вдруг уходит, когда мы с вами читаем, то хотя бы оставляйте свои мнения, впечатления и пожелания, чтобы я на самом деле результат этого видела, нужность или ненужность таких вот веб-семинаров. И ещё в этом же ракурсе ещё одно произведение, даже не одно, два их будет, это Елена Габова или Столповская иначе. Обратите внимание, многие её произведения берут «Двойка по поведению» и «Не пускайте рыжую на озеро». Дождь из прошлого века. Это также о подростках, это проблема взаимоотношений между подростками, двойка по поведению это как раз зарождение любви среди шестиклассников, это неумение устанавливать отношения, это познание жизни взаимоотношений со взрослыми, это школа опять же, это учителя. На самом деле очень интересно, как это всё происходит. Это и детская ревность, это и установление своего мужского «Я». Всё в этом произведении есть. И не пускайте рыжую на озеро. Удивительно маленькое такое произведение, но оно потрясающее, как про Светку, которая училась в музыкальной школе, очень интересно пела, но она была рыжая. И вот только за внешний вот этот признак её дразнили и относились к ней не так, как все они брали себя в компанию. А Светка очень хорошо пела, а дети считали, что она выла и всегда им мешала. И вот когда они приходят, один из рассказчик, когда приходит в театр, он видит эту Светку и понимает, что она не рыжая, она золотая, а они все рыжие. Такая потрясающая концовка, да и детям взглянуть иногда необходимые себя со стороны, как взаимоотношения их в коллективе налаживаются и почему они так выстраиваются. Я думаю, что не все знакомы с этим писателем Евгением Абрамовичем Банимовичем, многие его знают как известного математика, он даже учебники пишет по математике, довольно-таки известный человек, да, на самом деле известный, вот смотрите, главный редактор методических журналов математика в школе и математика для школьников, учился он в математической школе, его произведения вот как бы в продолжении этой темы на совершенно другом жанре. Это мемуары и публицистика. Здесь опять возникает вот много-много-много учителей, школа, но это совершенно другой взгляд. Это такая блестящая школа, это немножечко похоже на Пушкинский лицей, что не преподаватель, да, описывает Банимович, они разные, иногда они странные, но безумно интересные. И то, что они давали, и то, что они делали с учениками, как они их меняли, преображали, как прививали любовь к истории, к литературе, как уважали их личный взгляд, это удивляет. На самом деле, вот, и это, это жанр такого воспоминания, да, но много таких вот художественных реалий, образов возникает. Здесь такая плеяда, звёздная плеяда преподавателей, особая атмосфера в школе, очень часто он прибегает к таким ярким картинкам жизни школы, ученики такие же, как и у нас, со своими бедами, своими проблемами, с одиночеством, эгоизмом, со всем, что хотите, и вот эти отношения, когда учитель, роль учителя, она настолько огромна, и вот эту школу, которую он описывает, здесь очень много было, он так их и выделяет, инакомыслящих, свободномыслящих, таких вот необыкновенных преподавателей, да, как эту школу закрывают, как она рушится, как учителя уезжают за границу, мигрируют, страдают, а ученики к ним и ездят. Здесь вы можете прочитать о Якобсоне, я думаю, что вы его знаете, не очень много литературических статей по литературе, он преподавал историю, литературу, вы можете здесь о великом математике Израиле Финичу Севашинском прочитать, который вот уехал о литераторе не помнишь Малентина Семеновича, все они вот в конце он пишет, все они доктора наук, известные люди, не просто доктор, а редчайший человек своими исследованиями, вот как они влияли, как эти ученики, взаимоотношения между ними, вот совершенно другой взгляд. то есть я вам дала ряд произведений, которые можно посмотреть учителя, ученика, чтобы это были разные взгляды, да, как между ними, какие взаимоотношения выстраиваются, какие школы бывают, какие проблемы у детей, проблемы везде практически одинаковые, а вот решаются они по-разному. Мне бы хотелось обратить внимание довольно-таки известного, вы часто читаете произведения Пьетсха Вячеслава Алексеевича, но здесь я бы просто хотела обратить внимание опять на оригинальные такие вещи, это национальный характер. Сейчас литература уже совсем другая пойдет. Национальный характер это сравнительный комментарий к пословицам русского народа. Вот здесь я одну из пословиц специально привела, вы попробуйте, вот сейчас прочитаем, стоит вам читать или нет, довольно-таки интересно, своеобразно так, оригинально. Писатели довольно-таки известны среди вас, и вы, я думаю, не раз прибегали к нему. Итак, «Бедность не порог», вот как он объясняет это все. Это у нас будет тот редкий случай, когда вызывает сомнение эстетическая истина, заключенная в пословице, когда нужно критически подойти к опыту про отцов, то есть в иных обстоятельствах бедность как раз порог. Например, в русском случае она именно, что порог. Эскимосу, затерявшемуся во льдах, быть бедным не стыдно, истибеце, которого вообще ничего, ничего не нужно, взятки гладкие, и дикому амазонцу, его не обученность, не в укол. А что сказать о русском человеке, который тысячи лет сидит на сокровищах, при этом мудряется бедствовать, а? Под ним самые тучные в мире черноземцы, которые в войну немцы шеломами возили, полная таблица химических элементов, несчастливые водные богатства, бескрайние пастбище и леса, а он питается черти чем, ходит оборванцами, живет без малого шалашета. «Видимо, мы оттого и бедны, что чрезмерно богат, ибо нет более беспутного существа, чем приживал у Бога». Словом, так сразу и не решишь. Бедность – это порог, вина, беда или призвание или судьба. Финны говорят, можно быть бедным, но не беспомощным. Французы – бедность – мать искусства. Китайцы – лучше быть живым бедняком, чем мертвым императором. Мы, в свою очередь, настаиваем, что бедность по крайности не порог. Наверное, и правда не порог, а диагноз и приговор. Все остальные произведения я как бы вот просто обращу ваше внимание, уже как бы более подробно так рассказывать не буду, но на что обратить внимание. На самом деле, что же можно взять, почитать еще даже для своего удовольствия, чтобы раствориться в этом. Я думаю, что все практически знакомы с Александром Геннисом и с его книгой «Родная речь». Обратите внимание, замечательная на самом деле книга, я с удовольствием ее прочитала. Он совершенно по-другому дает интерпретацию классики, которую мы с вами изучаем. Она вас немножечко даже вот удивит, на самом деле удивит, как можно вот совсем не так читать, совсем не так видеть мир. И это дает возможность по-другому еще раз взглянуть. Оказывается, оно вот и так бывает. Иногда мы очень часто бываем за Шовеном, поэтому я вам советую. Обратите внимание на Петр Вай, они часто вместе пишут, и его эссе тоже очень интересны. Я вам здесь привожу те произведения, на которые стоит обращать внимание. Ну вы просто даже вот самих авторов произведения посмотрите, я думаю, они вас заинтересуют. Они на самом деле настолько необычны, и вот они вместе раздельно пишут, настолько оригинальны, что иногда поражают своей точкой зрения и своим видением. Михаил Ипштейн, обратите также внимание, это анализ литературных произведений именно современных вы всегда найдете. Тоже довольно-таки оригинальный его и подход, и позиция. И для себя мне бы хотелось, чтобы вы еще одного писателя раскрыли, но я уже более подробно так не буду. Если вас это заинтересует, то мы можем продолжить вот такие веб-семинары, тогда вы мне уже напишите, они нужны или не нужны. Вы часто как-то молча уходите, а я не понимаю, что вам нравится, что не нравится. Это Игорь Клех. Вот посмотрите его работу, на которую вы обратите внимание, на его произведение. Это Москва, Третий Рим. На самом деле вот к Москве, так же, как и к Питеру, все обращаются, и вам это произведение будет очень интересно. Посмотреть вот с его точки зрения на Москву, и вот изучать это произведение в контексте Булгакова. Прилагается, я оставлю презентацию, прилагаются и многие другие писатели, я просто теперь уже пролистываю, на которые стоит обратить внимание, которые на самом деле очень и очень интересны. некоторые вы знаете, некоторые, может быть, ну, Толстую даже и не рекламирую, на самом деле, довольно-таки известно, и вы все, что уже она написала, многое из этого читали. Ну вот посмотрите на диалог о Кутагаве, мандарины, и на Татьяну Толстую, смотри наоборот. То есть будет интересно, необычно как-то на это посмотреть. Конечно, Пеленин, можно взять его рассказы, можно взять его романы, без него, конечно, все равно никак не обойдется. Ну, выберите то, что вам покажется интересным. Здесь это все о нем, и его награды. И, ну, хотелось бы сказать, вот эта молодая писательница, Ирина Денишкина, Ирина Денишкина. Когда вы берете проблему об влиянии интернета на человека, у меня есть такой небольшой рассказ «Смерть в чате». Вот оно такое настолько оригинально написано, там всего в две странички, но иногда дети прочитают, говорят, так, не понял, давайте еще раз. Вот как люди, увлекающиеся играми в чате, они перестают жить реальной жизнью, и то, что происходит виртуально, им воспринимается как реально. То есть вот эти два пространства, они смещаются, и правильно и грантно оценить человек, себя в этом мире, и найти себя он не может, потому что он часто находится, он часто не выходит из виртуального пространства. Я думаю, для себя вы ее тоже откроете. Очень молодая, очень молодая писательница, но вот она уже себя как бы проявила и рекомендовала. Вот этот рассказ «Смерть в чате», он небольшой, и просто уже времени много прошло, и я его читать не буду, но если вам понравится и о каких-то писателях вы бы захотели поговорить, то, пожалуйста, рекомендую. Вот сейчас все равно обращаться к Захару Прилепину. Прилепин сейчас находится на Донбассе, он сам участвует во всех военных действиях, и все, что он пишет, это то, что он испытал в жизни, видел глазами. Вот он один из тех писателей, некого кабинетных. Все то, что он пишет, он не воображение придумывает, а берет именно из жизни. Довольно-таки интересный, своеобразный, неординарный писатель, все время воющий и доказывающий правду, и несущий в жизнь правду. Вот таким образом, это наш славянский, последний, так сказать, писатель, о котором мы просто так вскользь, потому что не обо всех говорили, и мне бы хотелось, чтобы сейчас, прослушав, вы выразили свое отношение раз, сказали, нужны ли такие вам веб-семинары два, ну и какие-то пожелания хотелось бы услышать. Если есть вопросы, то пожалуйста. Ну и ничего, ни вопросов, ни ответов, ни приветов. Наверное, мы уже сбежали, что ли, да? Коллеги, напишите свои пожелания, можно конкретно выразить, что бы вы хотели, потому что вот именно сейчас происходит планирование семинаров. всегда хочется быть востребованным именно вами. Семинар, который вы сейчас слушаете, если что-то не услышали, его же всегда веб-семинар можно прокрутить, потом взять, поэтому они нужны, те, которые востребованы. Да, все презентации будут также, вот дистанционное обучение веб-семинар, презентация обязательно прикреплена, с презентацией можете скачивать и пользоваться, если она вам понравилась, конечно. Коллеги, вопросы и пожелания жду. не уйду, пока не услышу. Мероприятия, если вам понравились, если вы сейчас выскажите пожелания, то тогда можно будет по определенным писателям уже другими более широко брать. Мы будем планировать. Если таких пожеланий нет, ну, тогда вот так. Спасибо. 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 Продолжение следует... Все, да? Нет, вот еще пожелания есть, так как я очень давно не работала в старших классах. Да, презентацию вы можете скачать, даже не переживайте, ее сразу же здесь прикрепят. Продолжение следует... Маленько, да? Ждем еще, да? Нет? Нет, вроде да, но сейчас последнее следует... Ну что ж, уважаемые коллеги, спасибо за то, что вы меня выслушали, за ваши отзывы. Все, что вы написали, мы учтем. И если у вас есть этот интерес к современной литературе, ну в основном к малому жанру, мы берем, потому что большие эпические произведения рассмотреть в течение веб-семинара невозможно. Поэтому учтем все ваши пожелания и хотелось именно на вас. Спасибо, всего доброго. Спасибо. Спасибо.